Постоянный ремонт, прослушивание громкой музыки в автомобиле у подъезда. Ежедневно в дежурную часть полиции поступают заявления от горожан о том, что их соседи мешают отдыхать. Раньше сотрудники правопорядка ничего не могли сделать с нарушителями тишины. Но уже сегодня за такое поведение шумные саровчане могут получить штраф в размере от 1000 рублей. Но привлечь недобросовестного соседа к административной ответственности анонимно не получится. Для того, чтобы в полиции могли составить протокол, необходимо письменное заявление от того, кому мешают отдыхать. После чего собирается полный перечень необходимых материалов, опрашивают свидетеля, очевидцы и так далее. И после этого, если в действии граждан усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотрен кодекс административного правонарушения Нижегородской области, 2.13 нарушения тишины, то сотрудники полиции составляют протокол и данный протокол в течение трех суток направляют для рассмотрения в мировые суды. Причем работает закон о тишине не только в ночное время. Существует в регионе и понятие дневного тихого часа, в который шуметь также запрещается. Это с 12.30 до 15.00 часов. Что касается нахождения несовершеннолетних в ночное время вне дома одних. Раньше сотрудники полиции могли лишь собрать материалы по такому ребенку и направить их в специальную комиссию. В настоящее время, если такое лицо задерживается, с полиции вызываются его законы представителей несовершеннолетнего и в отношении данных родителей составляется протокол. После чего такой протокол направят для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних. Мария Рунечка, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24.